Все мое почтение, друзья, и сегодня, 26 мая 2022 года, появилась вот такая вот информация от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В Беларуси к границам с Украиной переместили установки Искандера. Они были переведены в район Лунинец Брестской области, что позволит обстреливать российской армии этими ракетами. Или западную часть Украины. По сути, Россия готовится к таким-то действиям. Каким это действие, мы можем с вами сейчас поразмышлять. Вот смотрите, перемещение Искандеров на границе с Украиной. Это первое. Лукашенко объявил, что будет готовить украинский фронт. Командование на украинском направлении. Лукашенко затрупляет жетоны смертников для своих солдат. И много другого, что указывает на то, что готовится масштабное какое-то действие. Какое это действие? Мы все понимаем, что это действие атака белорусской. Какая это слабая, сильная, могучая армия. Или это сброд тюфяков и слабаков, которые не видели еще смертей своих, так сказать, побратимов под градами и тому подобное. Не столь важно. Вот допустим, 20 тысяч, сейчас вот Лукашенко дает приказ 20 тысячам перешагнуть территорию, границу Беларуси с Украиной. Допустим, эти все 20 тысяч будут убиты. Но если на трое белорусских солдат придется смерть одного солдата украинского, Вы посчитайте, это 6 тысяч наших солдат может погибнуть, даже больше, если даже наш солдат будет гибнуть в соотношении 1-3. И если кто-то возле компьютера своего сидя за теплым монитором и пьет кофе, говорит, Да, мы там эту белорусскую армию размажем по асфальту. Увы, жертву эта армия принесет тоже украинский народу. А мы знаем, что наши живые силы, человеческий ресурс, это не ресурс какого-то Китая, там где их в инкубаторе плодят. Я лично считаю, что опасность с территории Беларуси, ну просто огромнейшая, это опасность. И самое главное, что это опасно. Опасно тем, что этот удар будет приходить на глубокий тыл наш, на тыл обеспечения. Это самое опасное. Я надеюсь, что Господь Бог и наши вооруженные силы, наша команда у нас осознает эту опасность и как можно смягчить удар с этой стороны. Я надеюсь. Слава Украине и пусть у нас все будет хорошо. До новых встреч, друзья. Слава Украине и пусть у нас все будет хорошо.